Володимир Богданович Никитин, главный тренер МФК «Металлург». Володимиру Богдановичу, ваш комментарий по сегодняшнему матчу. По игре, скажу так, мы очень неплохо начали игру, 15-20 минут. Играли так, как мы должны были играть. Все-таки мы забили тот гол, который нам нужен был. Мы всегда ставим задачи и цели на игру, чтобы первые 15-20 минут, если это получается, нужно забивать. У нас это получилось. Потом все, ну, ребята, так скажу, что начали играть не так, как хотелось бы. Во-первых, мы начали допускать довольно простые ошибки в обороне. Это добавило уверенности, в первую очередь, Кребасу. Мы же начали играть длинными передачами. Не то, что мы должны были делать. У нас нет таких нападающих, например, как у Кребаса. Высокие, которые могут зацепиться, которые могут срять головой. Мы же хотим играть в футбол, играть низом. Это не значит, что Кребас не играл в футбол. У них была своя задача, у нас своя. И поэтому вторая половина первого тайма, конечно, она была не такая, как нам нужна была. Не скажу, что она провальная, но тем не менее. Во втором тайме все было по-другому. Мы, наконец-то, начали играть низом. Появились моменты. Хотя моменты были и возле наших ворот. Естественно, мы хотели более агрессивно играть в атаке. И появлялись свободные зоны у соперника. Он ими пользовался. Но все-таки мы справились. И забили тот нужный гол, который принес ничью. Хотя все-таки хотелось бы, чтобы в моменте, где Егор Шалфея просто обязан был забивать, если бы еще было как минимум 20-25 минут, было бы игра, наверное, складывалась еще интереснее. Для зрителей точно, которых сегодня, к сожалению, не было. Будь ласка, скажите по кадровым втратам перед матчем. Какие были? Да, к сожалению, у нас выбыл Сарапий. Он не готовился к игре. И вчера буквально могильный наш на сегодняшний день лучший бомбардир. Спина заболела. Поэтому даже на уколах он не смог сегодня нам помочь. Хотя он на замене был, но хотели выпускать его во втором тайме, но он не смог. Он показывает, что болит спина, не могу. Если есть вопросы, задавайте. Если нет, то мы дякуем Володину Володимировичу.